Абсурдность санкций Венесуэльский вариант Логотип Абсурдность санкций Венесуэльский вариант The American Conservative США Дэниел Лэрисон Дэниел Лэрисон East News Xenhoa, CPUSA Дэн Дрезнер Дэн Дрезнер Политолог, специалист по внешней политике, примечание Перев, объясняет, чем руководствовались США, вводя санкции против Венесуэлы Моя теория проста, и хороша она тем, что я не считаю администрацию президента сборящим коварных злодеев или блестящих стратегов Первое, что приходит на ум тем, кто там сидит, когда они встречают неугодный им режим, это ввести санкции Если не помогает, еще больше санкций И только, может быть, потом, что-нибудь еще Особенно увлекается санкциями против других стран нынешняя администрация И они там без всяких на то оснований верят в сдерживающую способность этих санкций Но эта теория подходит и для двух предыдущих администраций тоже Введение санкций против некоторых авторитарных режимов Особенно режимов, которые подчеркивают свое несогласие с позицией США именно в своем регионе Это стандартная реакция Вашингтона на все виды нежелательного поведения Само собой разумеется, что они вводятся избирательно, непоследовательно и без какого-либо серьезного обсуждения всех за и против И не важно, что эти санкции обычно не оказывают ожидаемого воздействия на поведение режима Не важно, что эти санкции неизбежно приводят к росту политической популярности режима, против которого они введены Возможно, санкции и не изменят поведение режима к лучшему, и зачастую они могут навредить стране и ее гражданам Но санкции не требуют от США особых затрат и позволяют Америке продемонстрировать свое лидерство в тех или иных вопросах Таким образом, это инструмент, которым пользуются, несмотря на его постоянную и предсказуемую неэффективность В конце концов, чтобы там не говорили сторонники санкций, смысл введения санкций состоит не в том, чтобы что-то изменить к лучшему в стране, против которой они направлены Это лишь карательная мера, которую предпринимают США, чтобы выразить свое неодобрение и на которую можно будет сослаться, если критики потребуют принять меры против режима Х Очень часто санкции вводят, чтобы выразить протест против действий режима, в действительности не затрагивающих США и не представляющих для них никакой угрозы Но введение санкций часто мотивирует абсурдными заявлениями о национальной безопасности Отсюда и смехотворное объявление Венесуэлы источником чрезвычайной опасности Вполне вероятно, что это всего лишь формальность, необходимая для введения санкций, но все это показывает, насколько бессмысленными и необоснованными могут быть подобные заявления Похоже, что язык, использованный для оправдания этих санкций, уже внес смятение в ряды оппозиционных сил в Венесуэле Некоторые венесуэльские лидеры оппозиции оказались из-за действий Америки и испугались и заявили, что теперь вынуждены защищаться Венесуэла не представляет угрозы ни для одной страны Заявил в своем выступлении представитель главной оппозиционной коалиции «Демократическое единство», дистанцируясь от предпринятого Америкой шага и выражая недовольство односторонними санкциями США вообще не должны вмешиваться, и уж тем более они не должны предпринимать шаги, которые ставят в еще более сложное положение силы местной политической оппозиции Вместо того, чтобы оказать дополнительное давление на нестабильное правительство, введение санкций, по всей видимости, помогает этому правительству укрепить свои позиции и выставить своих оппонентов политиками, стоящими на службе у чужой страны Региональные правительства уже не так активно будут стремиться критиковать режим, как до этого Как всегда, стремление принять меры для решения проблем в другой стране результатов не даст и, по всей вероятности, приведет к тому, что ситуация станет еще хуже, чем раньше Как и большинство политических шагов, предпринимаемых с целью сделать что-нибудь для решения вопросов, не имеющих к нам никакого отношения, введение санкций против другой страны направлено, главным образом, на то, чтобы угодить своим согражданам А также на какое-то время утихомирить воинственно настроенных критиков, настаивающих на принятии еще более жестких карательных и сдерживающих мер В лучшем случае санкции служат временной мерой, предпринимаемой для наказания правительства другой страны В худшем же случае они являются первыми с серией шагов, ведущих к усилению враждебности в отношениях с правительством другой страны Трудно найти убедительные аргументы в пользу принятия санкций против другого режима И санкции, как правило, не дают тех желаемых результатов, которые обещают их сторонники Единственное, чего можно добиться с помощью санкций, это нанести определенный вред другой стране, а этого, как правило, делать не стоит Санкции почти никогда не бывают верным решением, но они по-прежнему остаются тем инструментом, на использовании которого инстинктивно настаивают в линии Неприятельные чиновники и политики в ответ на события за рубежом Оригинал публикации The Stupidity of Sanctions, Venezuela Edition Опубликовано 13 марта 2015 года 13.41